Вы смотрите канал Геоэнергетика.Инфо. В студии Николай Сертаков и Борис Мурсенкевич. Борис Леонидович, здравствуйте. Всем добрый день. Довольно интересное сообщение появилось на лентах агентств. 27 апреля Китайская ассоциация атомной энергетики сообщила сенсационную новость о том, что КНР заняла первое место по совокупной установленной мощности аэс 113 гигаватт это вопрос это великое китайское чудо ну или мыльный пузырь как к этому относиться вопрос такой почти философски я бы предложил для начала держать в памяти то что разворачивается так скажем экономическая война между соединенными штатами и китаем соответственно то что с двух сторон будут раздаваться всевозможные пропагандистские лозунги удивляться не приходится главное запугать соперника чтобы он чтобы ему стало стыдно он ушел в уголок плакать почему я об этом говорю потому что самая большая атомная энергетика именно по установленной мощности на день сегодняшних соединенных штатах 98 гигаватт поэтому надо чем-то перебивать показывают что самые передовые отрасли энергетики мы китайская народная республика обогнали соединенные штаты америки и мы и дальше и больше лучше если говорить о реальности суровых числах на день сегодняшний на территории китая работает 58 атомных энергоблоков общая мощность 66 гигаватт до показателей соединенных штатов еще достаточно далеко но при этом на стаде строительства еще на 40 гигаватт блоков ну соответственно вот они вывели цифру 13 сообщили все в куче это не только действующие энергоблоки но и те которые сейчас еще только строятся и те которые только-только получили одобрение за прошлый год один из таких ватных энергоблоков было ну вот всех удивили то что наши информационное агентство вот это сообщение китайской ассоциации атомной энергетики слова слова перепечатали конечно делает честь умеют перепечатывать молодцы можем поздравить если бы ситуация была спокойно и вряд ли такое сообщение появилось у китая действительно есть планы закончить как минимум то что начато если все получится то где-то к 30-му году мощность будет 100 гигаватт и соединенные штаты они заведомо обгонят потому что в соединенных штатах идет прямо противоположный процесс если китай строит и строит то соединенные штаты закрывают и закрывают общая мощность совсем недавно было в соединенных штатах 107 гигаватт сейчас 98 около десятка энергоблоков просто остановлено за старостью из-за того что экономика не бьет из-за того что не хватает технологии для продления срока эксплуатации и так далее то есть чтобы все спокойно но время информационных войн поэтому надо давить изо всех сил для чего это нашим многоуважаемым информационным агентством блогерам потребовалось перепечатывать мне неизвестно наверное чтобы быть в тенденции в строю в том же сообщении умудряются рассказывать о том что китай больше всех экспортирует атомные в энергии своих атомных технологий что вообще действительность не соответствует на день сегодняшний по китайским технологиям за пределами китая построена целых два атомных энергоблока на атомной электростанции чашку в пакистане вот собственно говоря пока все достижения была попытка получить одобрение от государственного надзорного органа великобритании но там система лицензирования одна из самых запутанных из самых сложных в обычных случаях во всех странах мира кроме великобритании хватает двух этапов одобрения самой технологии на соответствие требованиям постфокусимского кодекса безопасности и вторая лицензия на строительство на конкретной площадке атомная электростанция не вроде бы с виду всегда одинаковые но при строительстве надо учитывать качество грунта даже ветровые нагрузки и средние температуры максимальные но и так далее так далее то есть с привязкой к местности это вторая лицензия великобритании придумал себе некую третью не помню не совсем точно помню по моему там то ли одобрение общественности требуется или еще что-то такое китае два этапа прошел дальше начались политические какие-то приня разногласия великобритании решила что она крайне независима в этом на энергетике и столько препятствий выставлено что китай по моему уже и не пытается одолеть этот барьер великобритания сделала выбор в пользу французских технологий с чем их можно конечно поздравить атомной электростанции хинкли поэнси то есть опять же если у нас первая очередь вторая очередь 3 или просто порядковое число то великобритании эйби си лишь крайне самобытны они сделали выбор в пользу французов на хинкли поэнси сразу строится сразу два энергоблока на базе реакторов ипр 1600 и те жители англии которые сохранили еще английское чувство юмора предлагают друг другу гордиться тем что это будет самый дорогой в истории человечества объект недвижимости сейчас нам что-то по моему класс 40 миллиардов фунтов стерлингов за два блока но это их проблемы тем более что французская атомная энергетика на подъеме напомню что первый атомный энергоблок на базе реактора ипр 1600 в составе атомной электростанции окилота финляндии строился 18 лет и в три раза превысила смету ну мы сейчас уже видим значительно прогресс такой же блок у себя дома финляндии французские атомщики построили всего за 17 лет и стоимость значительно упала не 17 миллиардов евро всего 15 прогресс есть так что но это выбор англичан просто к слову пришлось почему несмотря на всю экономическую мощь китая у него пока с экспортом атомных технологий не получается но тоже есть объективные причины китай поздно стартовал если первая атомная электростанция в мире и соответственно советском союзе была построена в 54 году разумеется по нашим собственным технологиям то в китае то же самое произошло в 1991 вот такое опоздание причем первую поэтому электростанцию не строили настолько сложно настолько долго исправляли множество ошибок что центральный комитет коммунистической партии китая принял решение о том что нужно обратиться к зарубежным специалистам но они обратились в девяносто первом году отношения тогда еще не умершего советского союза китая были достаточно напряженными поэтому обратились к тем кому могли к французам все атомные электростанции второго поколения действующие в китае это французские технологии дальше китай стал наращивать свою экономическую мощь но не стал отказываться от разработки собственных технологий по-прежнему прибегал к помощи зарубежных поставщиков сейчас на территории китая работают атомные электростанции построенные по американским технологиям по французским технологиям по канадским технологиям по российским технологиям и по собственным технологиям что общем то уже хорошо потому что на все эти атомные электростанции надо где-то уметь готовить специалистов китайские студента по всему миру на конкретно атомной электростанции где-то там готовят не очень удобно китайный экспорт разумеется предлагает собственная технология реактора дракон один он же hpr 1000 он же хвалон хазин называть как угодно китайские государственные гуляюта считают что это атомный энергоблок поколение 3 плюс а вот мировые эксперты на это смотрят со скепсисом одно из требований моготэ рассказал можно соглашаться можно не соглашаться вот китайский регулятор пришел что не надо соглашаться и так хорошо так называемая ловушка расплава пусть фокусимское требование там если помните температура в активной зоне поделась настолько высоко что ядреное топливо расплавилось вместе со всеми церковными трубками в котором содержалось виде какой-то огромной капли упала на дно реактора прожгло корпус ушло куда-то вглубь вот что такого не повторялось снизу ставят ловушку расплава жертвенный материал который принимает на себя вот такой ужас охлаждает и не дает никуда уйти впервые такая ловушка расплава была построена в китае на атомной станции тенивань которую строил тогда еще министерство атомного машиностроения то есть это 99 год это разработка советских ученых которая была использована впервые за 14 лет до за 12 лет до того что мы к сожалению видели в фокусиме вот такой ловушки расплава на наш пр-1000 просто нет это первый вопрос когда возникает соглашаться с предложениями китайских корпораций о строительстве по их технологиям чем развитие собственной технологии тоже что достаточно замысловато китай все-таки настолько огромен по сравнению с россией у нас одна эта на корпорации хватает а у них их три они большие они одновременно все трое развивали вот эту технологию hpr-1000 пока не раза не раздался окрик из экономического делать с каком партии соберись пожалуйста в одно конструкторское бюро и создайте одну конструкцию потому что смотреть на это у вас у всех это одна и та же аббревиатура но это три совершенно разных реакторов хорошо сделали вроде бы можно вроде бы все свое да там есть какой-то французский акцент просматривается но тем не менее и американские немножечко тем не менее сделали что еще вызывает напряжение понятно что китай найдет возможности профинансировать и найдет специалистов чтобы построить машиностроительный комплекс у него совсем справиться в китае нет собственных технологий по переработке обученным ядерного топлива а это во всех странах большой вопрос что с ним делать вы поместили в активную зону реактора 150 тонн свежего ядерного топлива через какое-то время вы его извлекли извлекли и что с ним делать она наполнена осколками деления высокоактивными долги живущими изотопами хорошо вполне такая самая распространенная технология из активной зоны вытащили и там же внутри корпус реактора есть бассейн и выдержки на 5 лет положили там идут достаточно реакции деления тепло выделяется проточная вода вот 5 лет спокойно лежит ждет пока самые ядреные ядерные вещества распадутся температура спадет и что делать дальше в мире осталось две страны которые имеют технологии переработки обученного ядерного топлива она разбирается на запчасти вот то что нельзя переработать высокоактивные отходы это порядка 30 килограммов из тонны это действительно подлежит геологическому захоронению но хранить 30 тонн или тонну или тысячу тонну почувствуйте разницу три процента там уходит все со мной как-то разбирают как-то найдет дело в дело так называемые в реакторной плутонии или энергетической плутонии смесь трех изотопов 239 240 241 идет для производства мокс топлива тоже используется 238 реактора можно использовать реакторах на быстрых нейтонах и так далее две страны россия и франция китай не попал уже по моему чуть не десяток лет идут переговоры с французами о том что такой завод построили но встретиться такого завода это дорого это долго и вопрос какие технологии использовать во франции два завода по переработке топлива первого и второго поколения в россии есть радиотехнический завод рт-1 в составе производства объединения маяк и в железногорске красноярском крае он строится ну пока в режиме опытно-демонстрационного в атомной энергетики быстро к сожалению ничего не бывает а может и к счастью заповедь номер 0 безопасность французы приезжали смотрели что за установки мы там ставим пришли к выводу что они видят перед собой поколение номер 3 номер два мы пропустили сразу взяли за 3 нет жидких отходов он все совершенно иначе все совершенно по-другому по моему наступающем году он должен выйти на первое так скажем ходовые испытания с тем чтобы его потом можно было увеличить мощность может быть китайцы смотрят на это но у нас не просто так железногорск специальное место основная проблема не допустить разлет радиоактивности в железногорске это заслугами наших предков великих происходит автоматически это самый горнохимический комбинат скала он действительно расположен в скале для того чтобы устроить этот комбинат был извлечено по моему 10 миллионов кубометров скального грунта взрывали огромная навес сверху для того чтобы даже прямое попадание ядерного боезаряда ничего не нарушила защита от радиоактивности там было изначально там стояли реакторы для наработки оружейного плутония которые по соглашению соединенными штатами остановили есть свободная емкость и защита от радиоактивности готова вот она на месте любой другой кто по такому пути пойдет будет вкладывать какие-то совсем другие деньги классический пример это соглашение об утилизации плутония подписали россии соединенные штаты с тем чтобы оружейный плутоний в виде мук с топлива в реактором там соответственно трансмутации больше нет оружейного плутония все в порядке американцы потратили на строительство такого завода 8 миллиардов долларов его не достроили восемь лет у них на это ушло в россии вот этот опыт на его участок железнодорске обошелся в 200 миллионов долларов и два года работы китай понимает что соотношение будет приблизительно такой же у него нет горнохимического комбината значит все это будет делать с нуля смотри на те расходы которые были у соединенных штатах фиксирует чтобы даже половина работы сделано не было учитывая инфляцию и получая стоимость такого завода но почему идут охотно на работу с русатом те реакторы которые стоят мы это свежее топливо которые поставляем мы облученные топлива мы забираем себе на переработку страну возвращаются вот те самые три процента высокоактивных отходов которые не перерабатываются по нашему закону ввозить радиоактивные отходы запрещено мы их ввозим в комплекте с облученным ядренным топливом и потом возвращаем в любом случае хранить надо в 33 раз меньше это удобно поэтому с нами на соглашение идут китайцев пока не получается хотя не стараются финансовая мощь у них конечно с нашими несравнимо но пока вот так они участвуют сейчас в тендере который проводит казахстан может быть победят они может быть победим мы может быть будет реализовано то о чем говорил господин такаев о том что он видит международный консорциум слова загадочных никто не расшифровывал давайте я расшифрую мне не жалко с 99 года русатом в китае работает сей нас и чайна nuclear national corporation первые два блока построены были на теневане 3 4 блоки были построены на теневане и вот на третьем четвертом блоке мир увидел нечто неожиданное все атомные стройки идут со сдвигом вправо и впервые в 21 веке сдвиг состоялся влево по договоренности должны были строить 60 месяцев строили 48 мягко бы сказано 20 процентов экономия по времени это много почему потому что сработались русатом берет на себя ядерный остров то есть активную зону и все что к ним прилагается электрическая часть это китайская каждый занимается своим делом они четко знают кто за что отвечает как совместить российский ядерный остров с китайским электрическим островом вот результат по смете вроде бы никаких сдвигов не было сроки сдвинут не исключено что мы и дальше будем вместе работать хотя со стороны китая таких порывов нет они по-прежнему считают что могут делать все самостоятельно поэтому говорить о том что наши двусторонние отношения достигли высоты джима лунг мы устремились куда-то в космос можно но я вот предпочту промолчать если такое сотрудничество было к нашим технологиям атомом чисто атомом их возможности всего что касается электрической части то есть турбины статора ротора вот тут всего этого система вывода мощности и их деньги мы могли бы получать конечно большое количество заказов но пока у китай считает что он может идти самостоятельно ну пусть идет ничего прочих не имеем я думаю что такие сообщения о том что мы всех на свете обогнали мы самые первые самые лучшие готовы поры пока китай и сша не выяснят отношения по поводу введенных пошлин которые там то ли 200 процентов то ли 300 то ли 500 в общем не важно при таких пошлинах вы никакой торговли не будет так что так еще одна такая псевдо сенсация но я не думаю что она была предназначена для нас она была предназначена для того чтобы удивить им американских коллег или как-то на традиционных партнеров в общем так скажем но мы взяли перепечатки и теперь все вместе думаем какие же китайцы массы они работают они действительно работают сказать что у них плохо получается нельзя но я на всякий случай напомню что вот эти планы массового строительства данных электростанций в китае далеко не первое не исключено что сейчас все получится но я не думаю что это навредит русатому я не думаю что это навредит нашему двустороннему сотрудничеству потому что с обогащением урана питаем тоже как так себе так что сотрудничество будет ложится все хорошо прежде чем верить вот таким сенсациям залезть просто самую простую статистику о том что действительно 58 энергоблоков уже действует вот об этом можно говорить на этом я думаю все спасибо за внимание борис леонидович спасибо спасибо и будем следить за событиями не забывайте репостить наши ролики в ваших социальных сетях не забывайте подписываться на наш телеграм-канал новости о проекте появляются прежде всего именно там всем всего доброго